Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Реальный сектор. Время перемен» и ваши ведущие Алексей Безденежных и Светлана Соловых. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях генеральный директор винодельческого предприятия «Фанагория» Петр Романишин. Здравствуйте, Петр! Здравствуйте! О сельском хозяйстве в нашей программе мы уже говорили. Одна из передач была посвящена производителю сельхозпродукции. И, насколько мы правильно понимаем, виноградорство – это часть сельскохозяйственного бизнеса. И у нас естественный вопрос – как себя в нынешних условиях чувствует отрасль и как себя чувствует непосредственно предприятие «Фанагория»? Виноградори и виноделы увлечены своим делом, и для них это жизнь, как правило, а не бизнес. Поэтому они всегда себя чувствуют хорошо. Когда в содружестве с силами природы получается создавать достойные вина, игристые вина и коньяки. То есть у вас линейка продуктов получается вина, игристые вина и коньяки. То есть достаточно широкий такой спектр продукции. Где произрастает? Это какая-то конкретная территория или у вас разбросанные виноградники? Виноградники «Фанагории» находятся в Краснодарском крае на 45-й параллели. Да, и если посмотреть на экране гаджета, это четко, ровно, без натяжек, ни больше, ни меньше 45-й параллели. Это золотая середина между экватором и Северным полюсом. А в жизни все то, что находится в точке баланса, как правило, сбалансировано и успешно. Это параллели самых великих регионов винодельческих. Бордо, Пьемонт, они также находятся на 45-й параллели. Здесь не слишком жарко и не слишком холодно, чтобы виноградники погибали от морозов. Но нет гарантированного комфорта для гроздей, для лозы. Поэтому великие, серьезные вина получаются именно в той точке, где есть максимальный комфорт, но не часто. Тогда, когда это случается, это называется годом великого урожая. И мы в таком благословенном месте, наши виноградники, 3000 гектаров, мы их лелеем. Это больше 5 миллионов виноградной лозы. То есть мы 5 миллионами корнями привязаны к своей земле, к своей работе, к создаваемым нами винам. Получается, по своим природно-климатическим условиям, это по сути дела сродни великим провинциям Франции. И есть все предпосылки, чтобы... Безусловно, и на наш взгляд лучше. Потому что они рассказывают легенды о том, что лоза должна страдать. Это по той простой причине, что у них земли беднее, чем у нас. Но если в жизни все подвержено логике. Если что-то страдает, начиная от ребенка, заканчивая любым растением, которое растет под небом, не получается оптимального результата. Все должно быть в комфортных, находиться в комфортных условиях. И мы считаем, поскольку наши земли богаче, это богатство передается и посредством виноградной лозы в гроздь и в вена. Давайте немножечко окунемся в историю Панагории. Петр, было время, когда вы, я надеюсь, все-таки с удовольствием производили мой любимый виноградный сок. По-моему, даже с этого началась история вашего предприятия. Что случилось? Почему вдруг этот продукт ушел? И есть ли возможность когда-нибудь вернуться к нему в том числе? Новейшая история Панагории, можно ее учитывать с 1957 года, то есть практически 60 лет. Да, предприятие становилось в плановой экономике, ему была отведена судьба производителя натуральных детских соков в том числе. И Панагория была официальным поставщиком Олимпиады-80. Да, и соки назывались по сортам винограда. Каберне, олиготе, шардоне, рис. Может быть, именно поэтому Россия и тогда победила, в общем-то, всех. Да, конечно. Так, и что произошло? Наша роль, мы считаем, недооценена. А когда было принято решение и под воздействием каких факторов, чтобы, по сути дела, полностью переструктурировать бизнес? Да, из безалкогольного. И уйти в более сложный, получается. Нет, ну, все очень просто. Был тектонический сдвиг в развитии страны, да, это 90-е годы. Да, смена социализма к открытому рынку. Да, были серьезные изменения, собственно, на рынке. Да, появились соки в упаковке Тетропак, в мягкой упаковке. Стали другие требования, ГОСТы, да, мы все помним, что модно и сейчас писать стопроцентный сок. Хотя там, по сути, концентрированный какой-то сок и сахар, лимонная кислота, вода. С этим стало конкурировать невозможно. Покупательная способность резко упала 25 лет назад. Соответственно, предприятия вынуждены были подстраиваться под ту продукцию, которая давала возможность покрывать свои издержки и существовать, развиваться. Поэтому был эволюционный, может быть, революционный переход из винограда на вина. Сначала они отгружались наливом на заводы вторичного виноделия, ну, в Москву. Где уже разливалась готовая продукция. То есть вы были вначале производителем виноматериалов? Вначале мы были производителем соков. Потом виноматериалов. Когда жизнь заставила, мы стали производить вина, либо терминология виноматериалы. Но у наших европейских коллег нет такого разделения. По сути, это вина. Вина не обработана или без последней фильтрации. И советская экономия была так построена, что эффективнее разливать было в месте потребления. То есть в крупных городах-миллионниках. Это Ленинград в то время, Москва, Екатеринбург, Дальний Восток. То есть мы отгружали по разнарядке на заводы вторичного виноделия. Дальше экономика развивалась так, что экономики для предприятия, производить вина и отгружать их наливом, это не покрывало издержки. Большая доля добавленной стоимости в готовом продукте. Поэтому пришли к розливу вин в потребительскую тару, то есть в бутылку. Ну и, соответственно, было принято решение в нашей идеологии создавать достаточное количество, исходя из наших размеров, исходя из наших площадей виноградников, достойное вина. Достаточное количество — это сколько? В чем это измеряется? 10 лет назад у нас было 900 гектаров виноградников, сегодня — 3000. По темпам прироста мы, пожалуй, одна из самых быстрых винодельческих, виноградовских компаний за время всего периода советского и российского виноделия. Мы верили в то, что всегда на рынке будет, пусть небольшой, но процент тех людей, которые, безусловно, мы никогда не могли позволить себе самыми дешевыми. Но мы всегда верили в то, что определенная часть людей будет выбирать умом не единственные критерии — цена на полке. И наша стратегия оказалась успешной. Что мы можем создавать на все это, есть потребитель, покупатель. То есть, получается, создание вина пошло, по сути дела, прям с нуля, да? То есть, вы с нуля начали создавать технологии по производству вина. Как, как... Да, благодаря этому... То есть, это внутренние какие-то, получается, источники, то есть, поднятие каких-то архивных данных, общения с специалистами? Или вы, как бы, совершали какие-то поездки, ознакомления с иностранным опытом, да? Потому что, понятно, есть Франция, есть Италия, есть Новый Свет, есть Австралия. Какой ваш путь в части создания именно вашего вина, да? То есть, вина Фанагории. Просто очень интересно, потому что, на самом деле, там, мы же смотрим фильмы, читаем прессу. Столетиями создавали виноградари и технологии, и легенды, и продвижение продукта. За такой короткий промежуток времени, за 10 лет, да, вы прошли, по сути дела, ускоренными шагами. Откуда черпались вот эти вот шаги успеха и точки роста? Шаги успеха, они универсальны на всех рынках. Да, если есть цель и единомышленники, которые живут этой целью. То есть, мы изучали, у нас в команде до сих пор значимая часть, это костяк людей, которые еще с социалистических времен, с до 85-го года, пришли на предприятие и работают до сих пор успешно. Безусловно, мы посетили большинство ведущих стран и наших коллег, которые производят премиальные вины, от ЮАР, Аргентины, Чили, Калифорния, ну, не говоря уже о всей Европе. Мы изучали, и наше преимущество в настоящее время в том, что наши коллеги, например, во Франции, Испании, Италии, многие занимаются виноделием давно. Соответственно, у них технология оборудования 30, 40, 50, 20 лет. Да, и мы, когда находили свой путь и позиционирование, у нас родилась фраза «старый новый свет». Да, есть старосветские вина, это условная Франция, новый свет, это Австралия, ЮАР, Чили, Калифорния. А вы в золотой середине. И старый новый свет, потому что мы часть старой Европы по культуре, мы европейцы, но коммунистический эксперимент нас откинул из этого поля, поэтому мы старый новый свет. Этот термин у нас родился около 12 лет назад, мы его использовали, и я считаю, что в нем, если вдуматься, есть в этом определенный смысл. И так как мы начали 12 лет назад перестраивать технологию, мы пригласили и в нашу команду, нас сопровождают более 10 лет, есть такие люди, профессия, летающий энолог. Летающий что? Энолог, летающий винодел. Это кто? Эна по латыни корень вино. Так, запишем, будем знать. Они проводят за свою жизнь в два раза больше сезонов переработки винограда по той простой причине, что они, как правило, консультируют и в северном, и в южном полушарии, так как сезон созревания винограда сдвинут на полгода. Поэтому они видят в действии все новое оборудование раньше всех, видят эффект, он удачный, потому что бывает и неудачный. Производитель, конечно же, рекламирует, что мы оборудование самые хорошие, но только результат в бокале будет и потребитель беспристрастным судьей. И на основе команды, которая сложилась в советских времен, на основе подходов нашего консультанта, летающего ионолога Джона Ворончака, мы выработали свой подход к созданию российских вин. И после развала Советского Союза все имиджевое советское виноделие в основе своей осталось за пределами России. Мы можем несколько предприятий только назвать, которые с положительным имиджем. Это прежде всего Абраудерсоса, Огдере, все остальные остались в Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане. Да. Поэтому приходится ломать два стереотипа. Первый стереотип – это российский, что для многих россиян откровение, что в России растут технические сорта винограда, то есть столовые сорта мы знаем, их употребляют за столом. А из технических у них более сочная ягода, но мелкая. Из технических сортов создают, производят вина. И мы на своих этикетках всегда, я подчеркиваю, мы пишем не произведено, а создано в России. Петр, не рассказывайте все. Дорогие друзья, мы вернемся через несколько секунд после рекламной паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые телезрители, в эфире программа «Реальный сектор. Время перемен» и ваши ведущие Алексей Безденежных и Светлана Соловых. Здравствуйте. И снова здравствуйте. С удовольствием напоминаю, что прямо сейчас у нас в гостях генеральный директор винодельческого предприятия «Фоногорея» Петр Романишин. Здравствуйте, Петр. Немного вы нам пока секретов раскрыли о вашем производстве, но много чего интересного успели рассказать. Давайте попробуем, с чем еще разобраться. Вам удалось поработать и на советском пространстве винодельческого производства, и активно, и довольно долго уже вы работаете в новое время, так сказать. Вы, винодел, судя по вашей биографии, от рождения и учились на это, и в свое время были советником на этом предприятии, значит, много что знаете. Вот немножечко о стандартах, как было тогда и как сейчас в этом направлении, в этой отрасли. Вы знаете, действующие нормативы, они практически сильно не изменились с советских времен. Они зачастую жестче, чем у наших коллег европейских, и это им позволяет меньше воздействовать на вино, не проводить избыточных фильтраций. Потому что наш гост требует прозрачности, ну, как слеза, если сказать условно. Хотя вино — это живой продукт, с которым более 400 составных частей, и только по старому терминологии в марочных винах возможен естественный остаток вины и камень. Тяжело конкурировать в России с французскими винами, с итальянскими винами, с премиальными сегментами, не знаю, Латинской Америки, Австралии, потому что фоногрессия позиционирует как премиальный вино. Вот какова конкурентная среда? Это же не только вино, да, это еще много других сопутствующих вещей, которые доводят продукт до потребительных. Вот как здесь, в России? Основная ситуация, я бы сказал, в качественных винах — это вопрос стереотипов, слома стереотипов. Потому что для многих россиян, особенно состоятельных россиян, мавитон, у себя за столом увидеть, или что подумают гости, если я поставлю на стол бутылку российского вина. То есть сильный, да, стереотип, который... К счастью, в последние годы эта ситуация меняется, и экономическая ситуация лечит, положительно воздействует на этот стереотип. Отрезляет отчасти. Да, потому что все те, немного предприятий, пальцы в двух рук, наверное, будет с избытком, которые производят вина в высоком понимании этого слова, они все находят в настоящее время своего покупателя. А поток вин импортных сократился, в связи с тем, что изменилась определенная экономическая ситуация? По статистике на 35-40% в течение года, к предыдущему году импорт уменьшился. То есть для вас это хорошая возможность сейчас получается развить рынки и нарастить продажи? Мы в любые времена системно развивались, без каких-то резких скачков. В настоящее время спрос, конечно, стал более системным, но для того, чтобы его удовлетворять, надо увеличивать мощности. Это виноградники, это технология, потому что премиального вина не бывает без серьезной технологии. То есть сначала вы высаживаете виноградник, радуетесь, что вы его высадили, смогли найти финансовые ресурсы, что пережили засухи, морозы, а потом, когда вы понимаете, сколько его придет на предприятие, например, у нас сезон переработки винограда, я нагляднее скажу, в килограммах. Это 30 миллионов килограмм винограда. Его надо принять. Его надо принять правильно. Это приемный бункер, дробилка, которая нежно отделит ягоду от гребня, от плодоножки, чтобы их не прессывать вместе. Это охлаждение мезги сразу же в потоке до плюс 5 градусов. Это брожение при контролируемой температуре. Это колоссальные энергоресурсы. И без всего этого премиальное вино невозможно. Чему стоит поучиться виноделам российским у виноделов, например, западных? И наоборот, есть какие-то российские технологии, которыми вы особенно гордитесь, и, наверное, на ваш взгляд, их стоило бы взять на заметку туда, например, на Запад? Мы живем в глобальном мире. И какими-то чудесами удивить, наверное, уже сложно. Пытливых виноделов. Мы общаемся с коллегами. Они приезжают к нам, мы ездим к ним. Какого-то откровения сложно найти. И все решают, как везде, особенно в премиальных сегментах, по любым товарным группам. Это страсть, любовь к своему делу. Это шлифование мастерства. И нарабатывание опыта, каких-то небольших нюансов в работе, которые становятся определенным отличительным признаком предприятия. По поводу шлифования мастерства, можно я спрошу, а есть какие-то курсы повышения квалификации виноделов, например? И чему там учат? Есть вузы, в которых преподают технологию виноделия, но структурно наше образование отличается. Что у нас отдельно учат виноградарей, то есть вырастить виноград, и отдельно учат виноделов. В мире профессия практически объединена. Виноградарь и винодел. Конечно, дальше потом идет специализация, но в принципе винодел должен понимать виноградарство. Потому что 90-95% успеха в бокале закладывается на винограднике. И это неразрывная ситуация. Если ее не контролировать с самого начала, от выбора почвы. Затем, если у вас есть виноградопригодная земля, необходимо подобрать привойно-подвойную комбинацию. То есть это та часть подвой, та часть, которая дает корневую систему, привой — это та часть, которая дает сорт. И привой, и подвой бывают разных направлений. То есть более морозостойкий, более урожайный, более устойчивый к засухе. И вы должны на стадии принятия решения понимать, что вы с этим урожаем будете делать на горизонт до 20 лет, как минимум. Какой склон. Если это рислинг, склон правильнее выбирать северный. Если шардоне южный. Очень многофакторная ситуация, когда надо принимать решение на ранней стадии и брать на себя смелость в прогнозировании рынка на горизонт десятилетий. А вот есть какое-то место или есть какие-то площадки, где люди встречаются из данной отрасли, из данной индустрии? И происходит какая-то оценка, конкурсы, состязания, где можно получить признание или наоборот какую-то корректировку? Есть отраслевые союзы, выставки в Краснодаре в апреле. Прот-Экспо. Очень успешно проходит саммит виноделов в Абраудерсу. А в международном плане то есть Фонагария принимает участие, выставляет свою продукцию наравне с Францией, с новым светом? И какие результаты уже достигнуты? Мы для того, чтобы прежде всего нашим же соотечественным доказать, что мы успешно и состоятельно принимаем последние 10 лет участие в ведущей пятерке мировых конкурсов. Может, последние два года несколько снизили. Потому что мы там уже и себе, и всем доказали, у нас гроздь медалей, а медали ради медалей тоже, наверное, особой ценности не имеют. Так сказать, чтобы поддерживать стандарты. Да. Вот, например, свежая новость нескольких дней. Мы отправили два наших вина. Тихое вино Шардоне Фонагарии и игристое вино Блан де Блан. Это белое из белое. Белое из белое переводится из стопроцентной Шардоне. На чемпионат мира по Шардоне. Это Мускат Дюмонт во Франции. И получили две серебряных медали. Ой, мы вас поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Это, наверное, действительно очень дорогая награда во всех смыслах этого слова для вашей компании. Вот, кстати, здесь невольно возникает вопрос. Ведь вы не остановились только на вине, на винопроизводстве. Ваша линейка гораздо шире. Есть и коньяк, и, по-моему, что-то еще. А что дальше? Еще какие-то горизонты видны? Куда вы хотите пойти? Мы стараемся соблюдать триединства. То есть виноградная гроздь дает возможность создавать вина, шампанские и дистиллят, коньяк из винограда. Здесь и прагматизм заключается в следующем. Так как мы находимся на 45-й параллели, и мы, к сожалению, не гарантированы достаточным количеством солнца ежегодно, в отличие от наших коллег, которые там на 30-й, 32-й, 35-й. Поэтому, если, не дай бог, случается, что сумма активных температур, ну, это бывает редко, недостаточно, либо в августе-сентябре пошли дожди, например, вина не набрали естественного сахара, 22-23%, как это требуется для премиального вина, ну, какая-то часть виноградников. Но это великолепное сырье для дистилляции. Да, если совсем все грустно и сахаронакопление 16-17% на некоторых участках, это то, что надо, это супер для шампанского. То есть мы создали такую гибкую модель, в рамках которой каждый виноград имеет хорошую судьбу. Есть определенная мода, определенные сезонные колебания. Ну, шампанское — это Новый год, коньяки — это когда холодно, сухие вина, когда жарко. Эта модель позволяет нам быть финансово самодостаточными. Петр, в финале нашей программы по традиции мы задаем один и тот же вопрос, связанный с названием нашей программы. И у вас хочу спросить, что бы вы хотели пожелать и, может быть, даже подсказать своим коллегам по цеху, винодельческому цеху, чтобы их бизнес процветал и был таким же ярким, запоминающимся и вкусным? Надо любить свое дело и не ставить финансовые цели в первую очередь. Тогда приходит успех, который догоняет финансовое благополучие. Прекрасный тост. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу и за наше путешествие по винодельческому бизнесу. Петр, спасибо большое. Напоминаем, что у нас в гостях был Петр Романишин, вы смотрели программу «Реальный сектор. Время перемен» и ваши ведущие Алексей Безденежных и Светлана Соловых. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова